ВЕРА НИКОЛОВАНИЯ 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 Саша, одну сперва. На земле сидел я молча у окна, И наслаждалась тишиной. Моя любовь с тех пор всегда была со мной. И время, как вода, текло, И было мне всегда тепло. Когда дождливый вечер я Смотрел в оконное стекло. Но год за годом я встречал В глазах любви моей печаль. Дождливой скуки тусклый свет И вот любовь сменила цвет. Моя любовь сменила цвет. Угас чудесный яркий день. Моя любовь ночная улыбает день. Веселый красок болтовня Игра волшебного огня. Моя любовь уже не радует меня. Похлекли нежные тона, Исчезла мысль и глубина. И четких линий больше нет, Вот безразличия портрет. Глаза, глаза, любовь глядить, А я веселую и сердить. Бессветных снов покоя земной Молчание делится со мной. И вдохновенье Утратит добрые черты. Моя любовь умрет во мне В конце концов. И капли грустного дождя Струиться будут по стеклу. Моя любовь неслышно плачет уходя. И радугу прошедших дней Заселить были ведущих лет. И дальше потеряют цвет Воспоминания о ней. Присунок дает на стекле, Его спасти надежды нет. Но как же мне расстрастит вновь Цвет радости мою любовь. А может быть разбить окно И окунуться в мир иной. Где солнечный рисует цель Живет художник и поэт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Наверное, слышно так, конечно, без микрофон же. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот эта замечательная песня про художников прозвучала в исполнении Александра Шапировского именно для вас. Мне по-прежнему, дорогие художники, мне по-прежнему приятно видеть в нашем зале ваши давно уже ставшие родными лица. А те, кто приехал к нам в Петербург, я думаю, нам приятно будет с вами познакомиться. Сегодня мы открываем уже одиннадцатый международный пленэр, который мы назвали Поднебом Един. Но так как у нас здесь присутствует художница из Белоруссии, он у нас носит статус международный. Ну и я надеюсь, что вам у нас, гостям у нас понравится, и будем общаться и дальше. И те работы, которые вы напишите на этом пленэре, те, которые вы нам подарите в будущую картинную галерею, они будут радовать еще не одно поколение, которые будут идти и за нами в том числе. Так что удачных вам и картин, и приятного общения. И будем надеяться, что работы мы получим нынче красивее. Правильно? Как всегда. Как всегда. Ну а так как пленэры, которые проходят уже одиннадцать лет, это, в общем-то, мероприятие такое продоемкое, требует особых затрат. Огромное на нас спасибо за то, что все-таки в нем участвует и наша администрация, оказывает нам практическую помощь Галина Вячеславовна Смирнова, который неизменный наш куранат, можно так сказать. Главный специалист отдела культуры, спорта и туризма. А сегодня с нами заместитель председателя нашего комитета культуры, спорта и туризма, Елеонора Алексеевна Решетникова. Идиотность. Прекрасная эксплуатация. Сегодня уж у нас в основном-то рисование, тема живописи. Уважаемые друзья, уважаемые коллеги, от имени администрации Вяземского района я хочу приветствовать вас, во-первых, в этих замечательных стенах, во-вторых, в нашем замечательном городе. Мне как-то так совпало, что сегодня в Вяземе, в каком-то два мероприятия, участвуем слово международное. Я только что сейчас мы открывали выставку в Хмелите, там у нас присутствовали швейцарцы, посольства, все круто-круто. Нам презентовали сыры швейцарские и рассказывали, как наши швейцарские господа женились на местных женщинах. Это замечательно, это прекрасно. И мы любим, уважаем, ценим наших гостей. Как здорово, что сегодня у нас открывается Ленет, который тоже у нас название международный. Но тут важно, наверное, не количество, а в качестве. Да? Мало золотних наборок. Были бы мы побогаче, мы бы могли принимать еще больше людей. Но мы очень ценим то, что к нам приезжают гости из других городов России и из-за границы Российской Федерации. Мы любим гостей, мы принимаем гостей. И несмотря на то, что я вам сегодня рассказывала, как нас всегда разрушали, в Вязьме огромная созидающая сила. У нас, в нашем гербе, который мы на сегодня видели, птица Феникс на пушке. Врагам мы даем отпор, а птица Феникс — это возрождение. Мы возрождаемся. А возрождаемся только благодаря добрым сердцам и добрым связям. Мы вас любим, приезжайте к нам, и пусть ваши работы служат только на прославление нашего города. Спасибо большое. Наверное, то, что мы любим наших гостей, которые становятся нашими друзьями, мы почувствовали много лет назад, когда к нам в город приехал Геннадий Александрович Кулыбин. Он уехал из Душанбе, приехал к нам, и мы его полюбили. Даже теперь и не вспоминаем, что он как бы гость нашего города. Его можно часто увидеть, как только наступает весна. На улицу можно выйти, мольбертик, кисточка, карандашик, и он уже рядом с нами. И вы заметили, наверное, что выставка его работы — это часть юбилейной выставки, которую он написал, которую он подготовился в прошлом году, когда отмечал свое, можно сказать, 75-летие. У Смоленской это была выставка роскошная в Денишевском зале, потом она повторилась у нас в нашем выставочном зале, в литературном салоне, а вот сейчас он ее здесь повесил несколько работ именно для нашего пленера. И вы, конечно, заметили, какие они замечательные акварельные работы. Но он не просто художник у нас в городе, не просто преподаватель художественной школы, но и уже не один год руководитель пленера, и в том числе международных. И вот сегодня он тоже будет руководить, ну, на этом международном пленере он будет тоже руководителем. Геннадий Александрович приглашает вас на сцену. Как Галина Александровна сказала, творческий руководитель. Правильно? Да, и вот пока Елена Александровна с нами, вот это такая наша, я не знаю, хозяйка, это такая наша, в общем-то, друг, наш советчик. В общем, вот в этих приятных сценах, и вы знаете, особенность? Вот там было очень уютно. Я думаю, как здесь в новом здании будет. Вот благодаря ей и здесь, смотрите, вот какой уют получился. Так что, Елена Александровна, спасибо огромное, дай Бог вам здоровьячка, чтобы мы и дальше вот так вот вместе с нами сотрудничали. Мы даже не с тобой не волнули никуда. Конечно, все вот эти слова, которые говорят хорошие, ну, как раз потому что я стою на сцене. Но вообще-то у нас здесь работает целый наш творческий коллектив, который тоже прикладывает, все силы отдаёт, чтобы здесь у нас было и уютно, и красиво, ну, и чтобы общаться было приятно. Так что спасибо всем, кто с нами работает. Ну, и вот сегодня мы будем вас на этом время встречать. С Геннадием Александровичем, в том числе. Я себя считаю больше педагогом, всю жизнь проработал, преподовал в художественном училище. Вот, среднюю азию судьба забросила, и там двадцать с лишним лет прожил душом бы, заменитым, рядом, на границе с Афганистаном. И вот только в 2002 году сюда приехал, удалось вырваться в Россию, матушку. Вот, и когда впервые, вот, действительно, попал я в Вязьме, значит, вот где-то монастырь, там была библиотека, рядом с ним сейчас, ну, бывший богодельный литературный салон. И когда я попал вот в этот вот литературный салон, вот, знаете, вот как бы культурный центр здесь, с ее милой хозяйкой, такой очень внимательной, там и поэты собирались, ну, и потом стали художники собираться. Там я впервые повстречал художников вязьмских. Тут у нас, вообще-то, необычная судьба в Вязьме. Значит, в течение девяностых годов и начала двухтысячных собрал чуть ли не Советского Союза. У нас здесь, вот я из Средней Азии, у нас из Грузии, из Азербайджана, из Армении. И, в общем-то, ну, а если Виктор Максимович Чайков, он Дальнего Востока приехал, и теперь здесь семейство Чайков, как мы говорим. То есть, действительно, собрался вот такие вот художники, ну, персоналы, члены художников, с бывшей нашей великой страны. Так что, вязь у нас необычная. Значит, после Смоленска, где там, ну, у нас все-таки областной центр, там где-то у нас всего, значит, сто с лишним членом Союза художников Смоленской организации, то Вязьма, наверное, на втором месте. У нас тут 11, ну, сейчас 10 членов Союза художников России. Вот. И теперь вот у нас 11-й Евгений Евгеньевич, теперь, ну, у нас Герман Владимирович Шевгер, Царственный Бесный Шелгер, значит, в каком-то, в девятом году, да, по-моему, да? Вот. Вот. И, так что, очень приятно, что как-то мы немножечко их поддержим. И, конечно, благодарность, что у нас все-таки внимание какое-то оказывается. И вот, действительно, вы услышали, уже 11-й год подряд у нас проходят ежегодные пленеры. Вот я был участником педагогов художных школ, и вот на один год прервалась у нас в Смоленске, да, вот эта практика. А мы по всей области ездили, и благодаря области я узнал, например, я узнал нашу область в Смоленскую, и потом финансовую пересту прекратил. Действительно, правая Ирина Вячеславовна, что стоит, наверное, да, вот прерваться, и уже, наверное, со свистами будет невозможно. Поэтому я очень благодарен нашему комитету культуры, что вот это у нас, вот это еще поддерживается, вот это вот такая, как говорится, возможность все-таки проводить, да, наши вот эти мероприятия, связанные, значит, с нашими, нашими пленэрами. Ну, Ирина Вячеславовна, у нас не только наш старший куратор, но и, наверное, она и художник. У нас связь моя студия для взрослых, которую я тоже руководил организовал. Ирина Вячеславовна, в общем-то, я считаю, очень такая способная, талантливая, и художник у нас, и она тоже вот уже с который год участвует в наших пленэрах. Так что спасибо вам. Благодаря ей все-таки вот эта инициатива у нас поддерживается. связь, я считаю, значит, с нашей администрацией. Ну, что касается, сказать хочется, конечно, здорово, вот я вижу знакомые лица, Виктория у нас который год уже мечтала, уже вязьма для нее, наверное, родной, такой тоже здоровый. Вижу знакомых наших художников, вот у нас, да, сейчас я вижу два новых наших участников, значит, с Орши вы приехали, да, к нам, значит, значит, вы извиняюсь, я тут, значит, да, Светлана Александровна, да, очень приятно, ну, мы долго, несколько раз у нас был и Тарандан Николай Иванович, вот, другие были с Орши, товарищи, ну, вот, в общем, приятный вид, что где-то у нас, видите, и все-таки не забывая, Торша нас поддерживает, у нас вот с Московской области, вот, значит, да, значит, Федор, наши друзья приезжают, и, я думаю, не жалеют, что побывали у нас, а, извините, еще Влад Мансурыч, наш новый, да, участник, очень приятно, да, видеть вас, вместе с Викторией приехал из Великого Новгорода. Конечно, здорово, что у нас какая-то вот эта связь поддерживается, у нас и художники были с Малоярославца, и других, у нас в Московской области, других городов, со Смоленском, но в этом году немножко со Смоленском не совсем получилось, то есть, как-то вот это у нас такая, поддерживается связь художников, и, я думаю, не жалеет, у нас проводили, кто бы побыл в наших пленэрах, мы бы проводили пленэры в разное время года, и ранней весной, и вот там где-то вот, как сейчас, я скажу, как было в мае пленэров, в августе, осенью мы проводили пленэры, то есть раньше, чтобы у нас, и у нас потихоньку накапливаются работы. Эта идея, конечно, очень прекрасная, мы, в общем-то, в ожидании, что нам когда-нибудь все-таки дадут построить наш художественный музей, который, смотрите, члены Союза у нас тут, вообще-то, немалое количество, и мы художники готовы просто вот подарить наши работы, наверное, у нас и графики, и живописцы, вот, если будет где-то место выставляться, и вот мы надеемся, что все-таки будет, в конце концов, мы уже делали выставку пленэрных работ, да, в нашем выставочном зале, небольшом, старом, сейчас мы должны переехать в новый зал, а тут еще строится культурный мастер-соцентр, так что, будем надеяться на дальнейшем наше вот такое вот, значит, активное такое, значит, будет, значит, какой-то, со стороны администрации к нам внимание, и так далее, хотя, действительно, сейчас очень сложное время, масса проблем, культуры уделяется очень мало, значит, как говорится, внимания, и финансовой помощи, но все-таки, благодаря, наверное, нашим вот, пониманиям относится к нам, все-таки, к арбузьему культуре, и это неплохо, конечно, здорово. Ну, что сказать по поводу нашего пленера, наверное, Галина Славовича добавит что-то, Еще раз, я благодарен, что приехали, тут и участники нашей, педагоги нашей школы будут участвовать, и художники, правда, тут у нас уже много возрасте людей, значит, сколько у нас там, два троя священцы, старенькие, вообще-то, не участвуют, уже, значит, в пленерах отказались, но, наверное, побольше будем, приглашать и молодых наших художников, пусть и не членов союза, то я же хотел, чтобы побольше было и педагоги, поактивнее участвовали в нашей школе, и, в общем-то, другие самодеятельные, тоже художники, в нашем мероприятии, потому что мы друг друга учимся, мы проводим здесь наши вечера такие творческие, приносим сюда работы, обычно мы-то, в даром здании все это проводим, здесь будем, значит, каждый вечер, после работы, мы собираемся здесь, смотрим работы, вот, обсуждаем, какие-то вопросы решаем, думаем, на следующий день, куда пойти, и так далее, Галина Вячеславовна, вы расскажете план, да, наших мероприятий, да, ну, сейчас Галина Вячеславовна, нам, наверное, еще добавит наши, да, так что, еще раз, очень приятно видеть наших друзей и старых знакомых, и, Галина Вячеславовна, если что-то, пожалуйста, там, если надо будет дополнить, да, вы нам расскажете, спасибо. Ну что, Галина Вячеславовна, уже много говорили, да, спасибо. Дорогие друзья, я поздравляю вас всех с открытием нашего Туэнера. Вы знаете, что он нас всегда вдохновляет, окрыляет, мы все, вот, организаторы, учредители являются администрацией комитет культуры, вы уже это слышали, а организаторы, это детская художественная школа, принимают участие, и обязательно у нас еще есть муниципально-бюджетное учреждение, централизованная библиотека, библиотечная система в лице вот литературного салона и Елены Александровны. Поэтому здесь Вязьма вместе так организует вот этот наш с вами ежегодный планет. Ну, хотела сказать еще, что он финансируется у нас с вами по муниципальной программе, у нас есть такая финансы вяземского городского поселения, и муниципальная программа у нас называется «Вязьма город воинской славы». Ну, это вот нашли возможность такую вот, чтобы наш пленэр проходил в рамках вот этого, в этой муниципальной программы, и поэтому я думаю, в ближайшее время, ну, в зависимости, конечно, от средств, но продолжать мы с вами все равно будем. Поэтому хочу пожелать творческих удач всем нам и хорошей, отличной погоды. Что у нас с вами запланировано в этот раз? Также, как всегда, традиционно одна поездка состоится у нас с вами в Мелиту, это в понедельник. Дело в том, что там вход на парк платный, там новый руководитель, и нам сказали, чтобы не было никаких вообще уж проблем, приезжайте в понедельник. Двери будут парка открыты, ну, конечно, музей будет закрыт, но все равно будем работать, посмотрим достопримечательности и будет погода. Это будет, значит, 20 мая. А 21 мая нас с вами пригласили в эколого-туристическую деревню Чепчугово. Как сказали, это какие-то татарские корни там, да, Леонор Алексеевич? Подверждаю. Усайба графов Ивановых, там уникальный парк, который сидел в форме мальтийского песняка. С нами будут принимать участие также учащиеся детской художественной школы. Это такой вот будет мастер-класс. Вот. Вместе на природе. Там я уже кому-то говорила, что песни около костра они хотят нам продемонстрировать. Вы предложили своих, вот кто там детей. Кто желает, сказали, дадут возможность по скалодрому залезть, если кто-то захочет. Вот такой скалодром. Да. Единственное здесь западные части такое. Так что готовьтесь к этому. Я сама залезла. Я сама залезла. Вот, поэтому поехали с нами, поедем. С транспортом тоже у нас не все просто, но у нас есть транспорт, к нам теперь комитет культуры был и туризм, а теперь мы комитет культуры, спорта и туризма. И вот Мерседес автобус нам в понедельник дают к Мелиту, это спортивная школа. Вот, в лице директора Чуварова мы благодарны, а Татьяна Викторовна Статникова это директор нашей клубной системы, они нам дадут базик, вот, в который мы с вами поедем во вторник. Поэтому еще раз повторюсь, что всем миром, всем культурным, так сказать, пространством и спортивным мы поддержим и готовим вот этот вот пленэр. Поэтому только нам удачи. Как уже тоже говорили, что база наша основная, вот этот литературный салон. Значит, завтраки наших гостей в гостинице будут. Вот, все, кто здесь везмичи, мы, ну, соответственно, дома, да. Обеды мы, как всегда, запланировали здесь, будут привозить, поэтому и кто везмичи, и, ну, гости, конечно, у Елены Александровны здесь мы в рабочем порядке. это. Ужины, конечно, тоже будут для гостей наших. А мы там по мере возможности, ну, дома, скорее всего. Ну, чай, кофе всегда гостеприимно, все, здесь бутерброды, сладости, какие здесь у Елены Александровны, все это есть. Так, что еще? Значит, ну, материалы дают. Ага, правильно, вот, подсказка, детская художественная школа закупила материалы, поэтому, не знаю, сегодня, да, вы получите материалы вот для участия в этой выставке. Да, одним, уже вы тоже знаете, является условием обязательным, чтобы по прошествии пленера одна работа дарится в дар вот нашей создаваемой картинной галерее. приветствуются всякие дарения, если вот кто-то привез свои работы или еще желает подарить, мы это всегда только приветствуем, потому что вот те, кто нам помогают, я уже говорила, транспорт ли дают, там, еще какие-то возможности, конечно, все надеются от нас получить какую-нибудь работу, но мы по мере возможности будем что-нибудь придумывать. Так, что еще хотела вам сказать? Я сейчас раздам вам вот программку, ну, работа с 9 часов, поездки, немного, ну, просили вот Смоляне, Шкодик, Вера, и Сапоновцы, вот, в 9 часов, вот, они готовы уже на СССР встречать. А, ну, значит, без 10, мы как раз транспорты заказывали без 10, 9, поэтому, ну, здесь программилы заметить, что без 10, 9, значит, будем встречать, но можно немного раньше, и как раз в 9 часа мы будем с вами на трассе, чтобы, ну, беречь время. Очень хотят Хмелиту посетить, и в Чемчевого очень было. Нас это только радует, поэтому у нас здесь, может быть, не все сейчас гости, но присоединятся к нам, да, к нам еще присоединятся участники. Можно вопрос, а обеды с собой, когда мы поедем в Хмелиту, или мы приедем на обед? Нет, ну, мы, как правило, с собой берем, да, да, я два дня попросила, да, чтобы к утру нам привозили, так-то она будет к обеду приводить, а эти дни, ну, как мы с вами традиционно, кто был не первый раз, знает, что мы в транспорт берем, надеемся, все будет, слава Богу, ничего не кормят, они, как всегда, достаточно вкусно. Украины, да, мы с ними уже тоже не первый год, и было, конечно, у нас немного приключения, но все, слава Богу, было хорошо, а так все довольны, всегда нам все нравится. Сегодня оценку качества сделаете, и вот так, по завершению этого мероприятия. Может, что-то не сказала, мы в рабочем порядке, мы все здесь с вами, вот, я сейчас раздам вам программки, и, ну, списочек кому-то, правда, Можно вопрос, а, как бы, время обеда, оно уже установлено, или решить? Ну, с часу до двух, как решите, давайте, как решим, в два, в час? в два, я думаю, это надо решить. Мы к часу попросили, чтобы привозили, а, как... А, можно как подойти, а то, может быть, заработаемся, да? Нет, они оставят. Они обед привозят с утра, ну, она вроде... будет с утра привозить, да? она сказала. А, ну, как им удобнее, да. Ну, там, где-то с утра, может, с утра, с утра 11. Я только хотела сказать, да, у нас же на вас рассчитаны, поэтому... Все понятно. Двойная порта будет, обед, и ужин. Когда придем, пойдем. Все, спасибо, все понятно. Ну, а также, вы знаете, любые вопросы, что с кухней, если будут какие-то пожелания, ну, по питанию, там, еще что-то, мы, нам сообщите, нам идут на встречу. У нас тогда вот были гости, которые что-то там не ели, отдельно им готовили, ну, и такие бывают моменты. Поэтому, если что, обращайте, говорите, все в рабочем порядке, это можно сделать. Как Елена Александровна сказала, сегодня продегустируйте, после, вот, окончания нашего, такого небольшого, с вами, организационного момента, да, открытия, вы продегустируете эту кухню. Вот. У меня, наверное, все. Держите, вы очень хотели. Ну, пока тут раздают вам программу. Галина Вячеславовна сказала, что все будет зависеть от того, как на улице. Ну, помните, Лариса Долина поет? Главнее всего, похода в доме. А в доме вы будете находиться в нашем, как сказали, базовом. А мы будем стараться, чтобы в доме была самая благоприятная для вашей дешевле. Ну, собственно, все, что я хотела сказать. Давайте мы сделаем еще фотографию, или кто-то сметан. А, да? Федор, а можно вас попросить фотографию общей? Давайте, давайте. Ну, у нас еще не все, ребята, а погода-то в доме. У нас не только поэта, допустим, не только художники в нашем доме. Мы его с ней на Алексеевну и тут обеспечим. Громко. И работают разные творческие люди. И, скажем, Александра Анатольевича мы тоже очень любим. Шапировского, который, Геннадий Александрович сказал, что у нас здесь содружество такое большое из разных мест. Вот Александр Анатольевич приехал к нам из Крыма. С удовольствием здесь живет, работает, приходит к нам в игроковный салон и дает свое творчество. Александр, я вспомнил, сегодня, уважаемые друзья, у нас мероприятие, наверное, слышали, ночь в музее. Именно сегодня. И вот в 20 часов в нашем Крымическом музее. Начнем с мероприятия. Да? Будет мероприятие. Я думаю, пригласим наших друзей, приехавших. На пути священоводицкой истории города Вязьмы. Так что, сходите в музей, тут рядышком все на площади, так что имейте в виду, да? Ну, до музея вы пока да идете, а Александр Анатольевич уже с вами. Вы дайте подарок Александра Анатольевича. Знаете, мне так как-то такое слово напрягает международный. Чего это? А потому что, Беларусь, какой международный? Это наша страна-то. Все выбрать, все выбрать. Конечно, это наша страна-то, единая. Это просто международный, я не знаю. Ну, пускай будет так, если так кому-то так угодно. Но я считаю, что это все-таки одна страна. Ну, это тоже была наша страна. Ну, некоторые с ума сошли, так это же не значит, что все. А сколько можно? Пять лет? Еще лет 20. А это здесь не от народа, зависит даже все политика. Как бы, это самое. Ну, я считаю, все-таки, все равно, что мы единая страна. Но, те, кто считает, по-другому, ну, и пусть едут в свою Европу, так называемую. Ну, Хочу сейчас исполнить для наших хозяй из Беларуси. А кто, кстати? Мой, Мой. Мой такая красавица. Одну песню, я думаю, вы знаете ее все. Может, кто-то вспомнит. Бывает обученная с сердцем дорогая, чем-то горка не могу сразуметь. Шката за рамки мне, что небе догорает. На вздохе дня, мой год, я поуму ружей весь пошла. Не голим, шо не вернешься, а леся, улыбай, спугрявая, как ана яблай. Стою на росте нет былых на спальне, пейся, самотным жалунком звенит и плача май. Пошла, покинувши мне золкие туманы, полынный жар с тупой охутанный дорог. Копьяк и линою над ней слепые раны гадали в сердце заглушить своим не мог. Пошла не доли жжо не вернешься, а леся, бывай, спугрявая, паханая бываю. Стою на росте нет былых аж подня белья белья с свободным жабронком звенит и плача пай. пай. Пошла, не вернешься, не вернешься, паханая 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 не пальстей пахана паханая 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 пахана дек fuera по Смоленску. — Кстати, говоришь, что республика была в 22-м году попросила в Смоленске. — Смоленск, известно? — В 20-м. — Могу ошибаться. — В СССР в 19-м. — Вот как раз ньюс-история. — Нет, ну нет, в 20-м. — В НР в 18-м в Минске, в СССР в 19-м в Смоленске. — Да? — В 20-м. — Все братья. — Ну, как бы, я так потопил такие более... песня, как сказать, душевная, танцевальная, хотя есть тоже много чего. Еще одна из таких. ПЕСНЯ Лишь только приблизятся белые грозы. На белых стволах появляется зло. То плачут березы, то плачут березы. ПЕСНЯ 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 Ищащий открой ненароком, И дальше, как в детстве, Меня напорил березовым соком, березовым соком. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. А, хорошо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сгорят все книги и умолкнут все оркестры. Лишь только ты со мной всегда была. Портрет работы по небесному маэстро. Пусть разбиваются мечты, как зеркала. Сгорят все книги и умолкнут все оркестры. Лишь только ты со мной была. А если будет так, что ты расстанешься со мной, И вновь пойдешь по жизни без меня. Я все же буду счастлив, что холодною зимой Согрел тебя из своего огня. Портрет работы по небесному маэстро. Пусть разбиваются мечты, как зеркала. Сгорят все книги и умолкнут все оркестры. Лишь только ты со мной всегда была. Портрет работы по небесному маэстро. Пусть разбиваются мечты, как зеркала. Сгорят все книги и умолкнут все оркестры. Лишь только ты со мной была. Всегда 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 со мной была. сока. Но, к сожалению, мы чуть-чуть опоздали. Уже зеленое все. Ну, а чай и кофе вы можете запросто попробовать у нас в нашей чайной. Так что сейчас мы приглашаем вас всех на первый этаж. Молодец! Надо на сайте выставить. Чтобы мы могли это дальше отправить в СМИ. У нас, на самом деле, здесь пять местных газет. Плюс у нас хорошо Смоленцы берут новости. Поэтому это будет хорошая новость. Новость хорошо, когда мы... Тогда окружаем Александра, да. Да, да, вот так. Кто к нам не примкнул, нам зови. Нет, он не примкнул. Вот он сидит за спятом. Да, мы расстреляем. Нет, нет. А вы... Смоленцы берут новости. Да, 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 да. Спасибо.